Всем здравствуйте! Добрый день! До Нового Года осталась всего неделька. И мои орхидеи наконец-то меня порадовали. Посмотрите, как они расцвели. Как к Новому Году порадовали меня мои орхидеи. Единственная моя вот эта вот грибоедовна чуть-чуть замедлила. Но я даже не знаю, какого цвета она будет. Интрига! Будем ждать, как еще она расцветет. А эти вот они. Вот это моя любименькая красавица. Прям красотка, смотрите какая. Очень красивая. Мне она нравится. Прям очень нравится. И у нее выпуклые вот эти вот все темные частички. Они прям выпуклые. Не знаю, камера передаст или нет. Прям вот они бугристые. И она такая прям вся переливается, искрится. Бархатная такая прям. Цвет немножко искажает камера. Она более свекольная, темная. Тут она вот так получается. С этой стороны давайте покажу вам, какие они. Вот такая стволики, темненькие. Такие лепесточки. Она прям плотная. Прям такая плотненькая. Вот не знаю название, сколько смотрела, пока не знаю ее название. Кто знает, подскажите. Вот видите, какой цветок. Цветок 8-9 сантиметров примерно. Такая вот губа у нее интересная. Очень красивая. Вот эта тоже расцвела. Я совсем недавно название нашла ее. Оказывается, это дух Купидона. Я ее все пятнашечкой звала, а это, оказывается, дух Купидона. Вот такая. Очень нежная. С волнистым краешком. Вот у нее все краешки волнистые. Она, когда расцветает, они прямые, а потом становятся волнистые. Прелестная. Прям прелестная. И от нее у меня еще вот. Вот это, это ее макушка. Кому интересно, посмотрите. У меня есть видео, как я делила орхидею. Она, кстати, съела один листик старый. Вот это нормальное явление, когда она съедает полностью весь лист. Если начинает вот отсюда желтеть от основания, то это надо искать причину болезни какая-то. Возможно, залито там или что-то. Но это ненормально. А если начинает вот отсюда желтеть, это нормально. Вот полностью у нас съела листочек. Хотя я их и подкармливаю. Но это естественно. Это же природа. И не искусственные. Вот она, красавица. У этой расцвело. Сейчас скажу, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уже расцвело. И еще бутоны вот. У этой расцвело пять. Шестой вот распускается по чуть-чуть. Он прям вот, видите, там начинает. Вон он уже потихонечку начинает распускаться. Это дух купидона. Чуть помельче цветы. Эти если восемь-девять сантиметров, эти семь-восемь сантиметров цветочки. Тут еще два бутона нераспущенных. Дальше Солинос. Вот она, моя красавица Солинос. У нее прям такие прожилочки. Есть такие, как немножечко венозные. Вот здесь вот краешек. Чуть-чуть такие, как веночки там, окрашенные. Тоже красотка. Два бутона еще тоже нераспущенных. Амадеус мой. Вот у этой тоже восемь сантиметров. У Амадеуса чуть крупнее. Девять сантиметров точно цветы. Но он смотрится крупнее, чем вот эта вот моя красотка. Ну, прям вот такой. Сейчас вот так сделаю. Смотрите. Фисташково-зелено-желтый цвет. Очень красивый. И, кстати, он чуть-чуть пахнет. Вот утром, когда я подхожу к ним, и на них солнышко. К сожалению, чего сегодня я ждала-ждала, не дождалась. У нас время обед. На солнце даже намека нет. Вообще. Прям пасмурно-пасмурно. А на днях обещают больше 30 градусов. Еще и морозы. Вот в такие морозы у меня будет вот такая красота. Ну, Сибирь, что вы хотели? У него еще три бутона. И, по-моему, он еще доращивать будет. Вот если те уже на кончиках у них там, прям вот смотрите. Вот прям маленький там. Возможно, вот уже не будет доращивать. Может будет, может нет. У этого так же. Кончик цветоноса, видите, совсем маленький там зародышек. Может и не будет больше развиваться. У соленоса тоже. Вот на конце там маленький прям. Тоже, возможно, не будет развиваться. То у этого, вот такой, самый крайний вот этот бутончик там, возможно, он будет развиваться больше вероятности. Вот такой вот там Атеус. Самый такой усатенький дух Купидона. У него, смотрите, какие усики. Вон они, кудрявые, прям завиваются. Самый длинный, самый интересный. Вон. И краешек. Вот видите, хорошо видно сейчас, какой у него нежный край, такой волнистый. Прелесть просто. Такой веер прям. Вот они все, 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 все такие волнистые. Очень нежные цветочки. И вот та макушечка его. Все-таки я планирую летом или весной я их соединю в один какой-то большой горшок. Какой-то, наверное, найду. Если получится, найду, может, стеклянный какой-то продолговатый сосуд для них. Короче, буду соединять в один. В одну посадку. Будет пышное цветение, мне кажется. Мне единственное, у него не очень нравится. Может, это у меня только так. У него цветонос потоньше, чем у других. Вот смотрите, у него цветонос вот так. Вот такой вот. У Амадеуса гораздо толще. У Салиноса тоже гораздо толще. И у этой моей орхидеи толще цветонос. Ну, вот у нее вот так. Все прекрасно. Только она чуть позже выпустила цветонос. Какого цвета будет? Не знаю прям. Мне прям самой интересно. Уж скорее бы ты распустилась посмотреть, какая ты у меня красотка. Я еще снимала немножко ночью. Покажу сейчас вам, как они выглядят ночью. Ну, а кому понравилось, присоединяйтесь. Будем любоваться орхидеями. Да и не только. Там у меня можете, кому интересно, пройдите, посмотрите. Есть, готовлю я, стряпаю хлеб, выпечка. Я пекарь. Работаю пекарем. По образованию ее художника. Работаю пекарем. Так что и хлеб научу вас печь правильно и вкусно. И который не сохнет, может неделю не сохнуть. Так что оставайтесь со мной. Будем любоваться цветами. И вкусно готовить. Еще покажу вам. И дальше пойдут уже ночные кадры. А всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok